Нижегородские мосты тоже становятся смертельно опасными. У нас, как и в Москве, на мостах тоже устраивают перестрелки. Так, в минувшие выходные на Канавинском мосту, прямо во время движения, не обращая внимания на пассажиров, неизвестные открыли стрельбу по маршрутке. Сначала был как хлопок, и стекло, рядом с которым я сидела, пошло трещинами. Все пригнулись в салон, когда стрельба началась. Паники не было. Вот испугу паники не было. Никто на двери не бросался, никто не пытался выскочить из автобуса. Все замолчали, салон молчал. Стреляли с пневматического оружия. Но, хочу заметить, по траектории попадания пуль в стекло, не дай бог, стреляли бы с чего-то другого. То есть, вот я прямо приехал на место, да, то есть, когда смотрел следы от пуль. То есть, они практически все были в районе, вот, либо область шеи, то есть, либо лица. Было обстрелено из легкового автомобиля, предположительно, ВАЗ-2109 или ВАЗ-2114, темно-синего, черного цвета. Вызвали сотрудников полиции, которые по неизвестным нам причинам не приехали. То есть, прождали их на месте около часа. А после чего они предложили нам проехать своим ходом в отдел полиции номер 5, на речной вокзал. То есть, после прибытия на место к отделу полиции, водитель сам к ним поднялся. Они ему вручили бланк объяснительный. Он спустился, заполнил его и опять поднялся к ним. То есть, вся эта процедура еще около отдела заняла порядка двух часов. Вот. Собственно, после чего автобус отпустили, никто не вышел, не осматривал. Ни сам автобус, ни место происшествия, ничего. Данное транспортное средство было осмотрено в день поступления сообщения непосредственно около здания отдела полиции. И после чего сотрудники полиции выехали к месту, где был совершен сам факт предполагаемого обстрела, то есть на Каналинский мост. Данный участок местности также был осмотрен. Именно полиции вот в эту минуту, если бы они приехали там в течение получаса, можно было объявить план перехвата, как они обычно это делают. Для этого же все делалось. Мы заботились о безопасности людей, чтобы предотвратить это в дальнейшем. Но полиция даже не стала этого делать. Больше всего в этой ситуации поражает действия сотрудников полиции, которые в первую очередь должны были приехать и какие-то действия предпринимать. Да, то есть вообще тишина. Спасибо.